Шалом, шаббат, шалом. Всех приветствую, друзья. Благоставляю именем Господним. Сегодня первый шаббат, первая суббота, четвертого месяца библейского календаря. Этот месяц в традиции называется еще Томузом или Фомузом. Вот, и название, конечно, такое языческое, халдейское, вавилонское, но оно так вот прилипло к этому месяцу, будем так говорить, в традиции уже. Ну и сегодняшний четвертый месяц этот, кстати, по поводу культов Амузы и вообще многобожий и проблемах всевозможных оккультных, религиозных и в иудаизме, в христианстве. Я об этом подробно рассказываю в семинарах по истории христианства, по истории церкви Израиля, церковь, церковь Израиль, в этих темах. И планирую как раз вот уже в конце этого четвертого месяца, начало уже пятого месяца, продолжить тему вот в нашей Киевской архиепископии. Так что следите за объявлениями. Вот, и, но сегодня третье число четвертого месяца по традиции, да, ну, в общем-то, это день, третье число четвертого месяца обычно у нас ассоциируется у нас с некоторыми такими событиями, даже очень важными библейскими событиями. Иисус Навин вспоминается, Иешуа Бен-Нун. Иисус Навин, тот самый, который вот сегодняшним днем, как вот считается, молился, и Господь остановил солнце. И еще было у нас несколько часов, чтобы евреям победить врагов своих. Вот, вот такое очень необычное событие описывается в Библии. И, в общем-то, да, действительно, как бы это очень-очень даже необычное событие. И если что нам Бога проставлять, перечитывая Библию, конечно, порой вот диву даешься от того, что происходило. Но мы знаем еще и другую правду, что Бог наш, Он и сегодня тот же. Поэтому, конечно, удивительно. Мы читаем и переживаем, и, конечно, восхищаемся. И смотрим на день сегодняшний также с благодарностью к Создателю. Вот так вот. Ну и сегодня это первый шаббат. Первый шаббат этого месяца, который, как я уже сказал, выше в начале самом. Вот я посвящаю таким семинарам, учениям. И думаю, что как раз и в социальных сетях буду публиковать эти материалы. И, в общем-то, здесь на Ютубе тоже буду размещать материалы, посвященные как раз вот этой проблематике. Для чего? Потому что разоблачая делать мы, мы действительно делаем все возможное на самом деле тогда, чтобы, как написано в 8 главе Евангелия Теана, что в 32 стихе, «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Вот, действительно, чтобы люди освобождались, и чтобы действительно могли воззреть на Господа и обратиться к Создателю своему. Вот так вот. Вот так вот, да. Пусть Бог благостает всех вас. Дорогие друзья, благоставляю всех во имя Господне. «Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь». Из города Тулы, Божией милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь, Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам. Да, и огромное спасибо всем, кто молитвами и финансами участвует в моем служении Господу. Салом.